и снова здравствуйте всем привет итак давайте попробуем вот эту симуляцию именно сетки и баскетбольного мяча вот что у меня получилось давайте посмотрим жму пробел и смотрите что происходит значит вот эта сетка вот эта сетка я не знаю в какой программе она сделана но она сделана вы видите из частей так а вот эта сетка вот эта сетка это после дайна мэш из-за браш все склеено мотаем дальше смотрим пробел ну вот получается такой результат вы видите что мяч находится в сетке все он здесь расширяется вылазит в принципе вот такая штука но что вот мне еще не нравится я не знаю как это исправить при подлете при подлете она уже начинает искажаться этого не должно происходить вы видите что мяч еще летит она уже начинает вытягиваться вот такая штука так давайте теперь сделаем вот таким вот образом в этом файле уже не буду работать open так cancel файл new general don't save английская а делит все это дело удаляем мы давайте закинем сюда импорт общ значит сетка после дайна мэш теперь значит закидываем импорт общ опыт выбираем все это дело левой кнопкой мыши n панель я сейчас включу screencast key так чтобы вы увидели что я буду нажимать теперь object с эту origin origin to geometry делаем s увеличиваем нашу вот эту вот сетку move включаем move вытаскиваем все это дело вперед единица на нампаде выравниваем чуть-чуть по центру можно даже чуть выше поднять для объяснения и теперь нам понадобится мяч значит импорт общ мяч закидываем делаем ему s и поднимаем его выше мяч должен чуть чуть меньше быть вот этого вот кольца так что еще можно под надуть единицам нампаде ну вроде бы все есть теперь что нужно сделать сетка у меня вот это плотная потому что дайна мэш он не любит так сказать маленьких полигонов тоже ну как из рмс забрать так добавляем модификатор децимейт самая лучшая штука что придумано так пока это дело применяем апли еще разок делаем так децимейт сейчас 29000 полигонов это многовато ну и сетку поменьше поменьше вот так вот делаем апли сетка чуть-чуть испоганилась но ничего шейдер смут все выложено так теперь у нас 10000 полигонов это с мячом со всеми вот этими это нормально так поднимаем мяч кверху таймлайн тоже открываем ставим на пятый кадр где-то приблизительно прописываем английская и локация ну и где-то на пятнадцатом кадре давайте опустим все это вниз и проигрываем анимацию слишком быстро давайте чуть-чуть G подальше ну вот это уже нормально так ставим на первый кадр ну и что мы делаем настройку выбираем нашу сетку выбираем так edit mode снимаем выделение выбираем вершины можно значит обод отключить пока чтоб вам видно было так и выбираем вот каждую вот эту верхинку так это через shift левая кнопка мыши здесь вершина тут вершина тут вершина тут 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 и погнали вот так все это дело отмечать так вот эту часть так нет тут выбрана в принципе все выбрал ну так тоже добавляем выбираем вот еще не выбрано так 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 проверяем чтобы все вершины были выбраны ну вроде бы комплект так вот эти что тут так а вот этими не комплект да так и создаем теперь группу вертикс группа и сижим применяем так это дисплей смен отключаем да все применилось селик показывает вот эту всю группу заходим в обжиг мод включаем наш обод так единица нам поди так давайте тройка на нам поди можно теперь нам нужно вот эту сетку вот эту значит подключить на ткань и в ткани шейпы здесь поставим нашу группу вот она так теперь что нам нужно сделать прогнать все это дело проиграть пробелом так 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 она привязана у нас все пардонте значит нужно переписать анимацию так первый кадр есть а вот второй чуть-чуть надо вот сюда отвести и перепрописать и локация ну все нормально вроде точно попадает так все сетка у нас висит мяч падает на мяч теперь ставим коллизию смотрим что то как и проигрываем анимацию так чуть-чуть это все дело ну где-то кадра на до 60 ну пускай до 80 поставим 80 кадров и вот все работает вот вы видите что все нормально так сетка подпрыгивает кверху так я сейчас на сетку поставлю материал наверно потемнее передавать и поставленная зеленый или лучше синий ну чтобы вы видели как она мотыляется а на мяч сейчас подкрыть подкружу именно так image текстуры open и где находится текстура выбираем так погнали еще раз просмотрим но это вот сильно быстро сильно быстрая анимация в принципе она так и есть если сейчас все это дело записать то она вот уже так быстро не будет так попробуем теперь а вот еще что попробуем добавить rigid body так а вот с rigid body это все дело падает а ну-ка rigid body controls а пардонте это же не на ткань так это не на ткань а надо на мяч ставить rigid body бэмс 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 а вот с rigid body все работает не так хорошо почему не знаю сначала падает сетка а потом мяч так если так вот с этой уже rigid body controls трейн ты вроде бы получше так еще разочек вот все работает бэмс нормально и так вот такая информация если вдруг у вас не будет работать версии 2.80 2.81 вот такая штука там чуть-чуть вот там только rigid body и нужно короче как-то два мяча настраивать ну версии 2.91 2.92 и выше вот видите работает и даже можно без rigid body все работает адекватно в начале все это работало вот по роликам я смотрел ну в принципе ролик один только в ютубе вот на эту тему у меня не получилось сделать как он там все это дело настраивал но зато получилось просто сделать вот таким вот вариантом ну это самый лучший вариант простой если кости вставлять там емар ну единственно можно шейпами сделать это как-нибудь может покажу в следующих роликах там чуть-чуть нужно вытягивать и ну словом как мимику делать ролики на канале есть по шейпам ссылку кинул все всем пока до свидания вот такая информация кстати так пардоните еще так если вот чуть вверху на сетку поставить она станет чуть теплее не настолько легкая чтобы прям раз вот вот это тяжелее она идет уже прикольнее можно еще попробовать 0,7 килограмм поставить о сейчас уже получше все всем пока до свидания